Внешний агент 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 Наоборот, университетам не дают разрешения, не позволяют государству работать с рекрутимыми компаниями, но тем не менее университеты США стараются в той или иной какой-то мере задействовать своих агентов, но однако же стоит вопрос комиссионных. Далее. Говоря о процентной доле привлечения иностранных студентов в страны. Данная статистика дана такой организации ICF. Я думаю, она вам всем известна. Я обращалась к этой организации при поиске статистики непосредственно. То есть как бы не из головы взятая цифры. Вот данная организация дает такую статистику доли привлечения иностранных студентов в странах при помощи рекрутинговых компаний. То есть вот в Малайзии, например, 56% студентов они привлекаются при помощи рекрутинговых компаний, в то время как в США 11% всего лишь. Ну, причины я вам как бы объясняла. К сожалению, не смогла найти статистику по российским университетам, но я думаю, что она будет намного меньше, чем даже в США. Вот. Поехали дальше. Хотелось бы, многие университеты, когда обращаются ко мне, очень много ко мне обращалось университетов, и приезжали и по телефону, и по почте. И нужно ли работать с агентом, да? Вот тут вот что-то может быть и положительное, что-то и отрицательное, конечно, моменты, но я бы хотела наоборот как бы огласить или сказать, что да, стоит. И почему? Потому что, как бы, если перед вами стоит большая задача, как и стояла перед нами, то есть увеличение доли студентов, и там, я не знаю, в тысячу, да, тысячу студентов вам нужно на следующий год там привлечь. А бюджета нету, денег нету, не знаем, что делать, как из этого исходить. То есть непосредственно здесь агенты вам всегда придут в выручку. Однозначно, это будет для вас быстрый поиск студентов. Это, если вы хотите разнообразить свою географию, расширить территорию привлечения, агенты вам однозначно в этом помогут. И, конечно же, это большая оптимизация расходов, особенно в тех странах, которые географически трудно для нас доступны, как Латинская Америка. Вот я вчера на МГУ говорил, да, то есть у них, Латинская Америка, это непосредственно только рекрутинговая компания, потому что, чтобы съездить туда на выставку, либо съездить туда чисто, да, по привлечению, даже по школам съездить, это будет намного расходнее, чем я обращусь к агенту. И, конечно же, агенты, это всегда, если это хороший квалифицированный агент, это знание местного колорита, он знает уже местный рынок, знает культуру и, соответственно, знает язык. На индонезийском языке мы никто не говорим, на малазийском тоже никто не говорим, да, и на африканских каких-то там языках мы, к сожалению, тоже не говорим. Вот, поэтому именно в этих странах есть также преимущество обращения к рекрутинговым агентам, и будут положительные отзывы. Говоря, конечно, как я и говорила, есть положительные, есть отрицательные моменты, и, как бы, хотелось бы, что, как, обратите внимание на негативные стороны. Не то, что негативные, а именно вот проблемы обращения, проблемы сотрудничества с данными агентами. Но первая проблема, которая у нас тоже возникала, я думаю, что и у вас тоже возникает, это проблема отбора, да, как отобрать, как выбрать именно ту самую компанию, которой стоит доверять, с которой стоит работать. Статистика показывает, что 9 обращений из 10 университетов непосредственно к рекрутинговым компаниям, они в пустую, они идут в пустую. И также vice versa, то есть 98-95% обращений рекрутинговых компаний к университетам, также идут в пустую. То есть на письма просто не отвечаются. Почему? Потому что мы этого боимся. Не секрет, мы тоже так же боялись таких писем, когда к нам писали компании, когда мы писали в компании. Это было, конечно, ну, боишься, да, в любом случае, мало ли на кого можно, как бы, напасть, так скажем. И в этом случае, то есть мы выработали для себя какие-то, вот, скажем, пути решения. Когда к нам обращаются агенты, мы запрашиваем, значит, рекомендации, да. Неважно, это работаешь ты с российским университетом, с зарубежным университетом, запрашиваешь информацию, подскажите, пожалуйста, с какими университетами вы вообще работаете. И нет ничего сложного, позвонить в этот университет, написать университет, подтвердите, пожалуйста, да, действительно ли это так или нет. Далее же при вопросе отбора можно также учитывать и наличие хорошего сайта. Если ты агент, если ты в себя вкладываешься, если у тебя есть деньги, соответственно, у тебя будет свой сайт, на который студенты будут также обращаться, и, как бы, мы тоже будем, как бы, ссылаться на этот сайт. При отборе также можно учитывать и членство в международных ассоциациях. Любой агент всегда вот, вот это непосредственно ICF, я всегда говорю, когда ко мне обращаются университеты, что делать? Я говорю, езжайте на ICF и берите именно Берлин. Да, вы вложите там 4000 долларов, может быть, сейчас и чуть дороже, наверное, 4500 стало. Вот, но один раз съездить туда на это мероприятие и потратить деньги, и привезти вот такой колоссальный каталог этих агентов, и сидеть пулять письма им, которые уже реально зарегистрированы, у которых уже есть рекомендации, я думаю, это того стоит. Вот один раз мы туда съездили, и выхлоп был колоссальным. В текущий момент у нас 50 договоров с рекрутинговыми агентствами, поэтому как бы не пожалеете попросить у руководства денежку, съездите туда и примите там участие, если вы решили работать уже непосредственно с агентами. Далее, вот мы отобрали агента, мы с ним работаем, вот мы там притерлись, возникает вопрос комиссии, самый щепетильный момент, да. Мы уже работаем, как бы договариваемся, что делать. У нас вот дать денежку, не дать денежку стоит, не стоит. Здесь можно как бы обойтись с чем? Сейчас мы что делаем? Мы говорим, что хорошо, мы с тобой дружим, но мы давай с тобой будем дружить сначала на безвозмездной основе. Вот докажи себя, покажи, насколько ты реальный, хороший агент. Соответственно, первый год ты работаешь бесплатно, на следующий год мы рассмотрим возможность, если нас все удовлетворит, если твои студенты не сбегут, там хорошо себя проявят. То есть мы рассмотрим возможность того, что как бы мы тебе денежку заплатим на следующий год. Ну, конечно же, иногда бывает, как бы интерес есть и у университета. Мы смотрим там, что там какие-то экзотические страны у агента есть и так далее, и тому подобное. Но, как бы, ну хочется поощрить и хочется не потерять этого агента, и у себя оставить этого агента тоже хочется. В этом случае можно что порекомендовать? Поставить испытательный срок агенту. Вот агент готовит вам документы, все вам отправляет, вы вроде как отобрали, вас впечатляет. И уже после того, после пакета готовых документов, вы уже можете с ним подписать договор. И уже определить вопрос профессионалов. Сколько вы там готовы ему оплатить? 10%, 15%. Конечно же, нам очень тяжело российским университетам конкурировать с европейскими университетами и австралией, которые по 25% вплатят. Но, как бы, у меня в практике, к счастью, такой проблемы не было. То есть, как всегда, находили какие-то компромиссы. Компании из Индии у нас просили деньги ежегодной оплаты их деятельности. На это мы тоже нашли компромисс. То есть, мы просто чуть-чуть увеличили комиссионные, но уже не платим им на следующий год обучения. То есть, всегда можно найти какие-то точки соприкосновения, интересы. И, ну, не бойтесь, как говорится, мы, как говорится, бизнес из бизнеса, да? Ну, торгуйтесь, как вот на базаре. Мы теперь студентов называем товаром. Не бойтесь покупать, как говорится. Далее. Вот мы определились с комиссионными. Все в порядке. Тоже подписываем договор. Начинается вопрос об эксклюзивности. Я думаю, вы тоже, наверное, с этим моментом сталкивались. Вот начинают они. А вот я только с вами, как бы, вы только со мной дружите. Все, вот с ним вы не дружите. А почему вы с ним дружите? Вот и все. И начинается, да, с тобой дружу, с тобой не дружу. А в данный момент мы тоже, как бы, у себя определили относительно эксклюзивности. Например, с Индией, как мы работаем, да? И также работает British Council. И британские университеты по аналитике, вот я смотрела, они определяют по регионам. То есть, вот в северном регионе я работаю с этим рекрутером, в южном регионе с тем, там, запад-восток. То есть, делим страну по регионам. Вот. То же самое можно и по Китаю провести, да? То есть, Средний Китай, там, я не знаю, Центральный Китай, Север, Запад, Юг, Восток. То есть, можно эксклюзивность делать уже по регионам. Либо можно также непосредственно рассматривать уже, то есть, вы для себя эксклюзивность составляете в квотировании количества агентов. То есть, вот из, допустим, из Африки, мне там хватает три агента, и я вот эти агенты Африку там тоже между собой как-то там делят в целом. Такой вариант тоже можно рассмотреть. Эксклюзивность. И также это прописать в договоре. То есть, ты вот мой агент из Африки, но конкретно твоих студентов из такой-то страны я у тебя приму. Там другой агент тоже из Африки, но из таких-то стран. В принципе, мы это тоже рассмотрели, и мы это тоже также включаем в договор о сотрудничестве. Мы конкретно прописываем уже либо страну, либо региону в самом договоре. Кстати, договор, также договор, типовой договор сотрудничества с агентами у нас также находится в нашей нормативной документации. Он перейден также и на английский язык. Говоря дальше, риск – это самые большие риски. Три больших риска можно при сотрудничестве с агентами. Это финансовые, репутационные и легальные риски. То есть, мы выделяем три больших, крупных риска. Репутация, финансовые, легальные риски. И вот в данной диаграмме вы увидите соотношение, какие риски наиболее высоки при работе с сотрудниками и какие риски наиболее высоки при работе с агентами. Самый большой риск при работе с агентами, конечно же, это репутация. Если финансов мы не вкладываем никаких, у нас большая проблема и большой риск – это репутация нашего университета. К сожалению, не всегда мы можем проконтролировать деятельность агента, как он вас рекламирует, что он о вас говорит, какие буклеты он показывает. У нас был тоже небольшой негативный опыт при сотрудничестве с Индией. Там студентам говорили, вот ты идешь учиться в КГБУ, а студенты приезжали в КФУ. Соответственно, они позиционировали наш университет как КГБУ. Поэтому эта деятельность тоже была нами как-то проконтролирована. Мы об этом, я узнала через источников, через студентов, потому что когда студенты приезжают, я сразу начинаю делать мониторинг. Особенность тех студентов, которые были агентами. Они ко мне приходят в кабинет, я с ними начинаю общаться. А вот что вам говорили, как вам говорили, и так далее, и тому подобное. Это тоже полезная работа. Когда они к вам приходят, вы как бы можете с ними поговорить, узнать, как вы от нас узнали, что вам рассказали, и так далее, и тому подобное. То есть у нас такой вот негативный опыт был. Поэтому здесь самый эффективный способ этого решения, это вот как раз-таки контроль над агентами, мониторинг. Возможно, у нас пока такое не практикуется, но вот мы потихоньку к этому идем. То есть мы сейчас с агентами сами начинаем выезжать и сами делать рекламу. То есть я уже сама лично с агентом выезжаю, сама делаю рекламу по школам. Таким образом я уже сама себя позиционирую, а не так, как меня агент будет позиционировать. То есть это тоже один из вариантов того, чтобы избежать вот этого вот репутационного риска. И самое последнее, что я хочу сказать, небольшие рекомендации о том, как бы вот исходя из моей практики работы и общения, мне хотелось бы вот, что нужно в нашей деятельности при работе с агентами. Понятно, первые два момента, я думаю, уже понятно всем, их не стоит даже комментировать. Хотелось бы обратить внимание на последние три. Видны, да? Да, к сожалению. Ну, значит, последние, последние три. Прозрачное сотрудничество вуза с агентами, информационная поддержка агентов и принцип партнерства. Прокомментирую. Прозрачное сотрудничество с агентами. В чем это? Это, вот, когда я начинала работать с агентами и спрашивала рекомендации, к сожалению, ни у одного вуза на сайте нет официального списка агентов, к которому студент мог бы обратиться. Зайдите ко мне на сайт, вы увидите. На сайте Admission, пожалуйста, кому угодно, я ничего не скрываю, у меня там все висит. Почему? Потому что я точно такую же ссылку даю своим студентам. Студенты могут, то есть, действительно, эти агенты со мной работают, у них есть подписанные соглашения с ними, мы прозрачные, мы чистые. Студент зашел, ага, вот, я вишу на сайте, значит, агент висит на сайте, я могу ему доверять. Кого угодно я туда тоже не подвешу. Поэтому, как бы, вот это и есть прозрачность. Если вы будете, British Council даже говорит, до такой степени нужно быть прозрачным, что вы даже будете указывать комиссионные, чтобы студент понимал, что студенты не облапошут и не возьмут большие комиссионные у студента. Но мы, к сожалению, как бы вот такую информацию не вывешиваем, прям вплоть до комиссионных, потому что, как бы, это, ну, конфиденциально. Мы же с каждым агентом сами договариваемся. Кому-то даем 10, кому-то 15, а кому-то вообще ничего не даем. Вот, поэтому, как бы, здесь вот вопрос дискуссионный. Следует ли этого делать? Но, по крайней мере, как минимум, список агентов у вас должен быть на сайте, если вы, как бы, хотите работать с агентами. Дальше. Информационная поддержка агентов. Я думаю, что тоже самое главное, это как раз вот, чтобы избежать наших репетиционных, так скажем, рисков, периодически, если вы обновляете буклеты, сразу же вот направляйте агентам, либо вывешивайте их на сайте. Просто мы сейчас это все вывешиваем на сайте. Раньше мы отправляли это по почте. Это было тоже для нас накладно. Сейчас мы просто вывешиваем все на сайте и просто ссылочку скидываем агенту. Вот, пожалуйста, да. У нас обновилась, информация обновилась такая. Это быть добр, как бы, донеси. И принцип партнерства. Разделение ответственности и рисков. Самый щепетильный момент. Вот, когда мы начинаем работать с агентами, что у нас? Когда возникают проблемы, мы сразу же говорим, а это ты виноват. Это вот ты не досмотрел. И мы ответственность пытаемся переложить на какую-то другую сторону, что, конечно же, неправильно. Раз вы работаете с агентом, значит, вы одно тело, вы одно живое. То есть агент – это то же самое, что у университета. Поэтому в этом случае проблема и риски, и ответственность должна ложиться сразу на всех. Вы должны понимать, значит, что-то вы не досмотрели, либо что-то там агент не досмотрел. Вы должны это как бы… Проблемы не должны бросать решение проблем только на агента. Соответственно, вы должны это делать сообща при сотрудничестве. В принципе, моя презентация завершена, но дискуссионный момент, к которому я хотела бы вернуться, который, наверное, для всех очень даже щепетильный, как же мы оплачиваем комиссионные агенты. Самый-самый-самый такой жаркий-жаркий момент нашего, нашей презентации. Конечно, вот я уже пообщалась с коллегами, с многими коллегами говорила, и не только сегодня, вчера, так скажем, да, и до этого, в ходе общения. У нас никогда не возникала проблема оплаты комиссионных. Почему? Потому что у нас было квотирование, да. Мы никогда не переваливали вот этого вот в 100 тысяч рублей. У нас потому что не было больших потоков от рекрутеров. Мы всегда были довольны. Ну вот один, два, три студента есть, и то радость, да. И то радость, у нас и география там расширяется, и разнообразие, и так далее, и тому подобное. Этой проблемы у нас тоже не было до прошлого года. С этой проблемой мы столкнулись в прошлом году. Пошли студенты из Индии, так скажем, толпами. У нас их было 60 человек, и рекрутерам пришлось, ну, возникла необходимость оплаты в более 100 процентов, 100 тысяч. У нас были кое-какие студенты из Ирака, тоже из рекрутинговой компании, но там, как мы делили, мы оплату комиссионных просто делили по частям. Ну, квартально, как-то там проводили, что-то там договаривались в бухгалтерии, и в свое время у нас, как бы, положение о закупках тоже нашего университета это позволяло. Вот, до поры до времени, так скажем. Но положение о закупках нашего университета также поменялось, и нам приходится сейчас вот в этом положении плавать. Перейду к конкретике, да, значит, я лично буду говорить об опыте Казанского федерального университета вот в рамках действующих законодательств, как мы это в настоящий момент планируем решить. До этого же я вам рассказала, как мы делали, мы просто подписывали договора, соответственно, более 100 тысяч у нас никогда не переваливала сумма их оплаты, либо это было, ну, максимум, что мы платили, это всегда было где-то 150 тысяч. Но 100 тысяч одним траншем, 50 тысяч другим траншем мы проводили. В этом году при... мы созвали совещание с нашими, так скажем, с отделом закупок, с нашей финансовой юрслужбой. Что мы решили? Значит, у нас есть федеральный закон 223 и 44. Что глотит 223 закон, по которому работает наш Казанский федеральный университет? Они оба о закупках. 223 закон говорит, друзья, welcome, вы свободны, напишите свое положение о закупках и работайте по нему. Что хотите, то и делайте. Вот как напишите в своем положении о закупках своего университета, так и будете работать. Вот. А 44 закон уже минимизирует. Он говорит, вот у вас есть 100 тысяч, друзья, больше 100 тысяч, вы не имеете права делать закупки, пожалуйста, будьте добры, огласите торги. Как это будет проходить? Открытые, закрытые, аукционные, и так далее, и тому подобное. То есть, там уже сами решаете, и так далее, и тому подобное. Наше положение, хотя мы и работаем по 223 закону, наш университет, наше положение нашего университета объединил в себе 223 и 44 закон. И он намного ближе к 44 закону, наше положение о закупках, лично нашего университета. Соответственно, в этом положении о закупках у нас говорится о том, что если я объявлю конкурс, сделаю там тендер, так скажем, на участие, и в нем, если никто не примет участие, я имею полное право подписать конкретно на ту же самую сумму, которая написана в техническом задании, с любым другим агентом. Но этот агент должен быть только один. И тогда я буду свободна как бы более 100 тысяч оплатить агенту. Вот меня тут минимизируют уже во времени. Единственный момент, то есть, если как будет желание, мы можем продискутировать во время кофебрейка. Обратите внимание, когда вы будете составлять ОКПД, техническое задание, у вас запросит классификатор, который сейчас нас всех долгит. У нас поменялся закон тоже, который малый и средний бизнес начинает просить вот эти коды ОКПД. Ну, чтобы вы слишком себя не напрягали, я сразу вам его здесь написала. 85.4193, если не ошибаюсь, да. То есть, это классификатор услуги в сфере образования, которые напрямую не связаны с образовательной деятельностью, то бишь, это консультация в сфере образования и консультация в сфере выбора своего образовательного учреждения. Вот как этот классификатор звучит. То есть, непосредственно, когда будете, если вы планируете так же сделать, как и мы, сделать тендер закупку, пишите вот этот классификатор. Ну, друзья, спасибо за внимание, будут вопросы. Спасибо. Давайте вопросы тогда. Челпанфрак, я думаю, затронуло много больных точек, но вот не знаю. Прошу. Значит, вы будете... А, вот есть вопрос, пожалуйста. Я думаю, будете ждать кофе-брейк. Прошу вас. Весьмите, пожалуйста, как вы производите эту эксклюзивность, которую вы получили в компании в Санкт-Петербурге? В настоящий момент у нас эксклюзивность у компании из Индии и компании из Ирака. С компанией из Ирака мы работали три года, соответственно, она нас удовлетворяла и у нас не было как бы желания работать с кем-либо другим. Компания конкретно уже качественно делала отбор, сама приезжала, встречала своих студентов, и они говорят, а можно мы будем вашими единственными агентами на территории Ирака? Мы сказали, да, хорошо, мы переподписали с ними договор, это единственный наш эксклюзивный партнер на территории Ирака, мы работаем только с ними. Говоря об Индии, Индия для нас была экзотической, так скажем, страной, а агентов там очень много и территория большая, и количество населения тоже большое. мы тоже также пришли, поделили регион на четыре части, то есть в северной части работаем с одним агентом, в южной части работаем с другим агентом, и, соответственно, запад-восток, так скажем. В таком русле мы работаем в плане эксклюзивности. Я удачу этот вопрос. Возможно, на студентов как приводит эту эксклюзивность? Как бы те студенты обращаются в эту компанию, когда к вам студенты обращаются? Смотрите, да, когда к нам обращаются студенты и начинают нас, так скажем, долбить уже вопросами такими уже, ну, честно скажу, тупыми, да? Мы говорим, вот, пожалуйста, зайди на наш сайт, вот, у нас есть такой эксклюзивный партнер там, да, обратись к нему, пожалуйста, если есть какие-то там, я не знаю, нюансы, они там начинают спрашивать что-то там про Ирак, что-то еще не знают, какие-то вопросы, которые даже мы не всегда компетентно ответить, уже что-то вопрос касается своей территории, а уже не Российской Федерации. Вот, пожалуйста, у нас есть агент, обратись к нему, он тебе все ответит, он тебе все пояснит, объяснит, куда нужно отвезет, там документы, где нужно легализовать и так далее, там подобное, мы просто даем контакты этого агента. А уже обращаются, не обращаются, уже не могу сказать. Как это согласуется с правилами перепоступления в университет за определенные минуты на уроке? То есть, вот, вам пришел студент, он, подал документы, он где-то прошел подклад. Говорит, я, там, из какой-то страны, из 7-ти, да, хочу поступить по поводу университета, вы говорите, ты знаешь, что у нас там есть один, поступать чуть-чуть не будет. Нет, такой нет, такого мы не говорим. Тут, смотрите, если студент, нет, нет, подождите, если студент поступает, эксклюзивность, это просто если я, значит, не работаю в другой компании. Все, то есть, у меня есть агент, я студента буду принимать только через него. Соответственно, если ко мне обратится другой агент, я уже не буду с ним работать, потому что у меня есть эксклюзивность. Если хотят, они там внутри могут своей страны договориться, да, там, я не знаю, субпотрядчики, подрядчики и так далее, там подобное. У меня есть эксклюзивный агент, все документы я принимаю только от него. Если же ко мне приходит студент из улицы, конечно же, я не отправлю его, да, не отправлю его к агенту. Если он будет какими-то там, я не знаю, ну, тупыми, извините меня, вопросами, которые связаны, что-то там, деятельности своей страны, Ирака, да, которую я не могу знать, соответственно, я его перекинула. Ну, это его право обратиться к этой компании или нет. Либо, ну, документы в любом случае, если он меня отправит, я приму, я не отдам его агенту, ни за что. Похоже, значит, Челпан Фрактман, вы не убедили нашего коллегу. Вы знаете, тут, ну, на самом деле, так, да, это я уж тут начал. Есть еще вопросы? Пожалуйста. Вопрос на общее понимание для вновь привычных. Цикл, я правильно понимаю, что раньше до изменения до последнего законодательства вы работали с агентами по 7-м вещественных товаров на сумму менее 100 тысяч. Да. Соответственно, у вас было много как бы, могло быть данных дворов с одним агентом и тем же и с разными, вот так далее. А сейчас вы перешли полностью на тендер угрызения через закупки. Да, да, да. Пожалуйста, вот, насколько я понимаю, в моем понимании, чем плоха закупка, тем, что она позволяет иметь в одной стороне только одного агента. Да. Обещали этот момент. Ну, это, знаете, вот у нас сейчас это только первые наши шаги. Я запустила в данный момент. Я надеюсь, что он сегодня у нас появился на сайте, мне обещали, на сайте закупок. Не заходила, не проверяла еще. выложила, да, то есть наш отдел правового успечения закупок сегодня должен был выставить уже вот этот вот тендер на конкретную заявку из Индии. Если же, вот что мы будем планировать из Индии и о чем я договорилась с агентами. Соответственно, хочется, понятное дело, что если кто-то примет участие, я должна буду с этим агентом работать. Должна буду. Я уже не смогу этого избежать. Я, конечно, надеюсь, что Господь будет ко мне милостив и никто не примет участие в этом тендере. Я буду свободна в своих действиях. Вот, но что мы сейчас договорились с агентами? У меня в настоящий момент вот три агента, с которыми мы работаем. Мы договорились о том, что я буду подписывать договор с той компанией, которая примет участие и уже непосредственно денежку отправлю этому агенту. А студентов они уже там сообща, они друг друга все знают, агенты друг друга они все знают. Соответственно, как бы, они уже сообща между собой, я уже буду конкретно квотировать, вот этот сяд я двадцатку возьму, от тебя там я тридцатку возьму, а от тебя я там возьму десятку. И деньги просто передам одному агенту, они уже там на территории Индии ее поделят. Понятно, то есть вы идете по пути, скажем так, одного эксклюзивного как в стране, а дальше все остальные эксклюзивные, которые будут через него. Они будут, да, они как субпотратчиками у него уже будут выступать. А вы мне, соответственно, вот этот договор не квотируете в основном квотировании? 50 человек квотировано. Квотирование зависит от количества приема тоже. Наш Институт Медицины не может принять более 100 человек на медицину. То есть это вы уже ориентируетесь здесь? На желание факультета. Да, так точно. Это еще связано с тем, что еще вот получили на русском какие-то процедуры. Так, все, вопросы есть? А, вот, пожалуйста. Да. Шубан, а как вы фиксируете объем поставок? Может, вы отыгрываете партнеров, агентов, да? Вы сфотографируете сумму, которую вы планируете? То есть точный количеств? Да, мы с прошлого года как бы ввели понятие квотирования, чтобы вот это вот 100 тысяч еще избежать. Соответственно, вот, от этого возникло большое количество агентов, у нас их 50 человек, и с этими агентами я уже квартировала конкретно вот студентов, чтобы у меня за 100 тысяч не выходило. имеют в виду то, что вы отыгрываете, наоборот, то есть уже не заслуживаете, а у большого и как партнера отыгрываете. Это правильно? Да. Вы с ним задавали прописать, что вам можно поставить в 2016-2017 году 223 студентов на общую сумму в комиссии как ул. Да, 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 да. А жизнь ведь она точно как-то в том, что вы сказали? Ну, да, да, я тоже спрашивала у нас, задавала такой же юристам такой же вопрос и о позу. Я говорю, вот я поставила в ТЗ, у меня четко написано 50 человек. Он мне реально 50 человек документы дал. Я говорю, ну, жизнь, она жизнь. Ну, умер он в самолете. Сердце у него там остановилось, не дай бог. До меня доехало 49. до меня доехало 49. Что мне быть? Ну, это же жизнь, она, она, от нее никто не убежит. 49 до меня доехало. Тогда вы будете уже сумму пересматривать. Мы договор подпишем с ним в течение 10 дней после закупки, но сумму я оплачу только по результатам деятельности на основании акта выполненных работ. То есть в акте выполненных работ у меня уже будет другая сумма указана. 53 он получит все равно за 50 только. Если прием 50, а смог только 40, то по факту я буду оплачивать по факту, да. Соглашение такое что вы получаете? Да, но соглашение будет и уже акт выполненных работ. По факту это насколько он пустим вы не знаете? Вот этого нам к сожалению пока у нас нет сведений потому что на следующий год что-то появится. Просто нас в этом году поставили весьма жесткие условия о чем Филпан уже говорил то что нам отказали категорически по мелким работ сказали объявляйте тендер конкурс потому что выплаты которые нам пришлось по прошлому году по одному из рекрутеров составилось выше полутора миллионов тогда возникает вопрос и на основании чего платить нам говорят объявляйте тендер термин сейчас сумма мы учли ситуацию прошлого года мы выставили этот тендер есть поставщики которые готовы зарубежные в этом участвовать из той же Индии то что Чулпан объяснил тот алгоритм договоренности уже внутри потому что как она правильно совершенно это все знают между собой работающие на конкретный регион они все знакомы все конкурируют друг с другом и в то же время сотрудничают поэтому здесь это не вызвало никаких проблем они говорят ну мы решим так вопрос есть ой как сразу много слушайте у нас следующий да хватит есть еще давайте тогда когда вы устраиваете рекрутеру испытательный строк как-то документы это отражает и она просто позволяет вам студент зарабатывает реальность у них дома нет в документах мы это не говорим то есть мы это проговариваем на словах соответственно у нас у всех есть же рамки приема по крайней мере я документы принимаю до 1 июня на подфакт мы до 1 июля еще как-то можем там дотянуть так скажем соответственно до этого периода он вам выслал документы вы проверили вроде все в порядке все хорошо и уже в июне месяце подписали с ним договор и в договоре уже следующая вашу деятельность прописали и комиссии и эксклюзивность и все что вы хотите если вас удовлетворяет параметры студентов он там хороший качественный послал то после этого подписывается испытательный срок только на словах а а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok